Дорогие братья и сестры, Разрешите прежде всего передать вам приветствие от ваших единоверцев, братьев и сестер из Заокского. First of all, let me give you greetings from the brothers and sisters in Заокске. Как акцентированно прозвучало, brothers. So there was this accent, so that you would know you have brothers and sisters in Заокске. Сегодня очень многие люди, особенно наши соотечественники, озабочены экономической ситуацией в стране. Мы так часто слышим это слово, кризис. We hear this word so often, crisis is this, crisis is that. Что, может быть, это начинает нас раздражать. That maybe we begin to get irritated by that. Я сегодня хотел бы вспомнить о том кризисе, о котором, несмотря на финансово-экономический кризис, люди совершенно не думают. И об этом кризисе говорится в Священном Писании. Это самый великий кризис из всех тех, которые когда-либо переживало человечество. Вы знаете, что слово кризис греческого происхождения. Maybe you know that the word crisis is of the Greek origin. И изначальное значение этого слова – суд. В Священном Писании говорится о том, что Господь Иисус Христос однажды придет в этот мир чтобы осудить грех и для того, чтобы положить конец трагедии греха. И вернуть радость, мир и счастье на нашу землю. Конечно, ситуация с финансово-экономическим кризисом очень многих людей беспокоит, тревожит. Многие люди вокруг нас живут в состоянии неуверенности в завтрашнем дне. Но состояние человечества накануне второго пришествия Иисуса Христа куда более серьезнее и тревожнее. Обратите внимание на слова Иисуса Христа записанные в 21 главе Евангелия от Луки 26 стих Люди будут издыхать от страха Люди будут это очень хорошее русское слово издыхать от страха Это не тот страх который мы обычно переживаем в нашей повседневной жизни когда, скажем, теряем работу или теряем деньги или даже теряем друзей или любимых страх, о котором говорит здесь Господь Иисус Христос Это состояние такое состояние человеческой души которое сам человек преодолеть не в состоянии Это такой страх который лишает человека даже малейшей радости жизни Это такой страх который вообще лишает само существование человека смысла поскольку в состоянии этого страха человек доходит до отчаяния Один из выдающихся протестантских богословов 20-го столетия Пауль Тильх который разработал целое направление в теологии известное как теология культуры в одном из своих произведений говорит о тройственной структуре страха человека И эти три составляющих человеческого страха суть следующие Прежде всего это тревога или страх смерти Вторая составляющая человеческого страха это тревога пустоты жизни и отсутствие смысла в жизни И наконец третья составляющая человеческого страха это тревога вины и осуждения тревога смерти самая пожалуй яркая и страшная смерть страшит каждого она пугает человека прежде всего тем что прекращает человеческое существование и делает вообще человеческое существование бессмысленным если приходящий в этот мир обречен на смерть естественно возникает вопрос а каков смысл тогда приходить в этот мир если я прихожу в этот мир лишь только для того чтобы через какое-то время спустя умереть тогда никакого смысла в моем появлении в этом мире совершенно нет жизнь имеет смысл только тогда когда она не обрывается когда она не заканчивается когда эта жизнь доставляет нам радость счастье а смерть приносит боль в нашу жизнь и потому она неестественна объяснить смерть невозможно вот почему вот почему практически во всех религиях мира присутствует вера существования жизни после смерти человек не хочет умирать он хочет жить вечно и это свое желание жить вечно человек выражает в вере в загробную жизнь и если даже религия не предлагает решение проблемы смерти эта религия перестает быть привлекательной религия привлекательна для человека лишь только потому что дает ему какую-то надежду но не все люди верят в Бога сегодня очень много скептиков и этих людей тоже беспокоит смерть и они уповают на науку им кажется что ученые в конце концов смогут найти ключик чтобы разгадать тайну смерти сегодня вы знаете о том что одно из наиболее перспективных направлений биологической науки это клонирование ученые уже разгадали геном то есть генетический код человека и у многих людей складывается впечатление что вот вот еще чуть-чуть и ученые смогут предложить человеку бессмертие потому что эти эксперименты обещают не только воспроизводство отдельных органов и тканей эти эксперименты обещают воспроизводство меня самого и это означает что я смогу жить вечно несмотря на то что эксперименты по клонированию запрещены во многих странах именно эти эксперименты как никакие другие эксперименты в науке не испытывают нужды в финансировании многие богатые люди сильные мира сего отдают свои миллиарды на финансирование подобных экспериментов потому что они верят в то что ученые смогут обеспечить им бессмертием конечно же все наши упования на человеческие возможности по решению проблемы смерти все они слишком наивны мы бессильны разрешить эту великую проблему человеческого рода в священном писании говорится о том что смерть это есть следствие греха и пока не разрешена ключевая проблема человеческого существования проблема греха до тех пор разрешить проблему смерти невозможно вторая составляющая человеческого страха это тревога пустоты жизни отсутствие смысла в чем обычно человек видит смысл своего существования многим людям кажется что если они обретут для себя все что только можно пожелать если они смогут построить построить свое жизненное счастье на материальном благополучии если вокруг них будут добрые отзывчивые друзья если я смогу создать счастливую здоровую семью и если я дам жизнь своим детям тогда моя жизнь будет исполнена смысла но вы знаете как много людей получив все что только можно себе представить и не испытывая нужды и абсолютно ни в чем как много людей окруженных добрыми нормальными порядочными друзьями как много людей которые вроде бы создали здоровую счастливую семью как много людей которые вроде бы дали жизнь своим детям не имеют счастья и чувствуют что жизнь не имеет смысла почему в свое время наши отцы и деды строили светлое будущее для нас своих детей и внуков и в этом они видели смысл своей жизни они даже готовы были жизнь свою отдать ради счастья ради благополучия своих детей в свое время мы в школе изучали произведения островского как закалялась сталь сегодня наверное в школьной программе уже нет этого произведения но мое поколение хорошо помнит знаменитого Павку Корчагина который со своими друзьями киркой и лопатой строил светлое будущее общество всеобщего равенства братолюбия справедливости и люди которые думали о том что они построят рай на земле полагали что они находят смысл своей жизни в этом вы можете представить какой шок пережили эти люди в конце восьмидесятых начале девяностых когда их розовая мечта о счастливом будущем лопнула лопнула как мыльный пузырь и жизнь в раз потеряла смысл в тот период в тот период в нашей стране отмечался просто колоссальный взрыв суицида попыток самоубийства понимаете когда человек вдруг ощущает пустоту жизни когда человек вдруг понимает что его жизнь потеряла смысл он подходит к такой черте когда смерть становится желанней жизни состояние пустоты жизни страшно и наконец третья составляющая человеческого страха о которой говорит упомянутый нами богослов это тревога вины и осуждения это тоже страшное состояние я напомню вам библейский пример вы помните в каком состоянии пребывал царь израильский Давид после совершенных им преступлений во второй книге царств в 12 главе в 16 и 17 стихах сказано так и молился Давид Богу о младенце о больном младенце и постился Давид и уединившись провел ночь лежа на земле и вошли к нему старейшины дома его чтобы поднять его с земли но он не хотел и не ел с ними хлеба представьте себе царя который не имеет нужды абсолютно ни в чем которому достаточно одного движения пальца и у его ног будет абсолютно все что он только может пожелать он в таком состоянии что он ничего видеть не хочет по сути дела он даже и жить не хочет чувство вины осуждения оно тоже страшно вот это три составляющие человеческого страха страх смерти страх пустоты жизни страх вины и осуждения сопровождают человечество на всем протяжении истории греха и это как говорят богословы экзистенциальное состояние человечества то есть это состояние существования человека которое мы изменить не состояние простите за к вам горы как бы мы ни пытались мы бессильны изменить это состояние но означает ли это что мы действительно находимся в состоянии отчаяния и безысходности конечно же нет для каждого из нас есть выход и этот выход только в Сыне Божьем Иисусе Христе другого выхода для нас нет единственный выход для человека из состояния страха и тревоги Сын Божий Иисус Христос Который вошел в нашу ситуацию ситуацию смерти тревоги страха который сам прошел через смерть страшную позорную смерть ради того чтобы нам дать надежду на жизнь и как отрадно для человека живущим в состоянии страха страха перед смертью звучат слова Иисуса Христа Я есть воскресение жизнь верующий в Меня если и умрет оживет я никогда не забуду того ужаса который я испытал однажды будучи уже врачом когда в моей врачебной педиатрической практике умер первый ребенок я работал я работал на бригаде детской реанимационной бригаде это был первый месяц работы поступил вызов в ночь я даже помню какой это был день было воскресенье в ночь с воскресенья на понедельник и когда я приехал на дом к больному ребенку передо мной лежал трехмесячное трехмесячное дитя практически уже бездыханное по причине очень высокой температуры и начавшихся судорог ребенок заглотил даже не заглотил материнское молоко попало в дыхательные пути произошла аспирация грудного молока я пытался что-то делать чтобы спасти жизнь этого малыша а сзади за моей спиной стояла мать этого ребенка она кричала она кулаками своими стучала мне в спину доктор сделайте хоть что-нибудь спасите моего малыша а я понимал что я бессилен я ничего не мог сделать к сожалению было поздно смерть смерть ужасна в своей трагической яве и как отрадно звучат для всех нас свидетелей смерти эти слова Господа Иисуса Христа я имею ключи ада и смерти через апостола Иисус Христос говорит не хочу оставить вас в неведении об умерших ибо Господь Иисус Христос явится во славе Своей пригласе Архангела и Трубе Божией и мертвое во Христе воскресе это действительно надежда Иисус Христос единственный кто может избавить человека от страха перед пустотой жизни Он единственный кто может привнести истинный смысл в наше существование в свое время Давид обращаясь к сыну своему Соломону который должен был восстановить храм для Израиля сказал очень знаменательные слова я хочу напомнить вам эти слова они записаны в первой книге Паралипоменон в 22 главе 22 глава первой книги Паралипоменон и стих 12 и 13 да даст тебе Господь смысл и разум да даст тебе Господь смысл и дальше тогда ты будешь благоуспешен или лучше с такой интонацией прочитать эти слова тогда ты будешь благоуспешен если будешь стараться исполнять уставы и законы которые заповедовал Господь вот в чем смысл человеческого существования в послушании Божьей спасительной воли вне Бога смысла жизни нет потому что человек творение Божие и когда человек забывает о том что он творение Божие и когда он внушает себе мысль что он отпрыск человекообразных обезьян человек лишает свое существование истинного смысла и обрекает себя на бессмысленность а бессмысленность жизни внушает страх и тревогу только в Боге мы можем обрести истинный смысл своей жизни и наконец последнее только Сын Божий Иисус Христос может снять с нас тягостное чувство вины Псалмопевец Давид в свое время испытал это сладостное чувство освобождения от страха вины и осуждения потому что он в 31 Псалме сказал следующее блажен кому отпущены беззакония чьи грехи покрыты блажен человек которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства и последние два стиха из этого же Псалма много скорбей нечестивому а уповающего на Господа окружает милость веселитесь Господи и радуйтесь праведны торжествуйте все правые сердца сегодня дорогие друзья когда многие наши соотечественники пребывают в состоянии страха не только от сложившейся экономической ситуации это кстати не самое страшное в состоянии того вот экзистенциального страха который мы только что с вами рассмотрели суть которого тройственно как мы заметили страх смерти страх пустоты жизни страх вины и осуждения как отрадно сегодня звучат слова оставленные самим Господом в Священном Писании для каждого из нас книга пророка Исаии 43 глава 1 стих не бойся ибо я с тобою помолимся лет лет нам пророка Продолжение следует...